Роза Кюря Керриа. Роза Кюря занимает особое место среди чайно-гибридных роз. Она выделяется на общем фоне благодаря своим бутонам ярко-желтого цвета. Прекрасный декоративный цветок еще и неприхотлив, за счет чего особенно полюбился цветоводом. Роза Кюря Керриа, что это за сорт, история создания. Роза чайно-гибридная Кюря выведена голландскими селекционерами в 2002 году. Компания Lex Plus, где появилось на свет это чудо, является победителем многих международных конкурсов. Поскольку сорт выводился с целью срезки в букеты, этот гибрид чайной розы может стоять в вазе до 10 дней, оставляя свой первоначальный облик и аромат. Это растение пользуется большим успехом во многих странах мира, в том числе и в России. Роза Кюря. Краткое описание, характеристика. Желтая роза Кюря, благодаря основным характеристикам, является одной из лучших для использования в букетных композициях. Она встречается практически в каждом цветочном магазине, благодаря своей внешней привлекательности и способностью долго сохранять товарный внешний вид. Основные характеристики розы. Прямостоячие стебли, не превышающие 70 сантиметров в высоту, ширина куста около 60 сантиметров. Среднее количество шипов, глянцевые и темно-зеленые листья среднего размера. Одно-цветковые стебли, иногда возможно появление соцветия из трех-четырех цветов. Цветки. Махровые, крупные, достигающие в диаметре 13 сантиметров, но средняя их ширина 9 сантиметров. Расцветка ярко-желтая с тонкой оранжевой каемкой по краю лепестков. Важно, яркий окрас чаще всего сохраняется на протяжении всего периода цветения, но под яркими солнечными лучами может становиться более светлым. Преимущества и недостатки сорта, достоинства которыми обладает роза кэри, способность переносить суровые климатические условия, нежный, тонкий, медовый аромат, длительный период цветения, иммунитет к большинству болезней и вредителей. Цветок может простоять в вазе более 10 дней. Недостатки растения. Цветок чувствителен к минеральным удобрениям, поэтому нужно быть осторожным и следить за их количеством. Подвержено нападению жуков-цветоедов. Недостатков у цветка немного, и исправить их довольно легко. Нужно всего лишь соблюдать правила ухода за розой и проводить дезинфекцию против вредителей. Использование в ландшафтном дизайне. Желтые цветы используют многие ландшафтные дизайнеры. Они могут являться как самостоятельным декоративным элементом, так и сочетаться с другими растениями. Не рекомендуется высаживать их рядом с розами других сортов и растениями с желтыми цветками. На фоне ярких корио прочие желтые оттенки будут блекнуть. Важно! Цветение может продолжаться целое лето. Срезать цветы для букетов лучше рано утром. Керрио на клумбе с другими цветами. Выращивание цветка как правильно посадить в открытый грунт. Для того чтобы роза корио цвела и радовала хозяина своим внешним видом, нужно выполнять некоторые правила посадки. Правильная посадка обеспечит полноценный рост и развитие растения. В каком виде производится посадка, семенами, саженцами и другие. Для того чтобы сохранить все свойства гибрида, посадка должна производиться саженцами. Их можно приобрести в большинстве цветочных магазинах или на специальных ярмарках. В какое время осуществляется посадка, посадка осуществляется весной или осенью. Предпочтительнее весенний вариант. При выборе саженцев стоит обратить внимание на экземпляры с закрытой корневой системой и хорошо развитым центральным корнем. Выбор местоположения. Розу керрио нужно высаживать на хорошо освещенное, солнечное место, проветриваемое, но защищенное от сквозняков. Как подготовить почву и цветок для посадки. Чтобы подготовить саженца к посадке, нужно несколько дней подержать их в прохладном затененном месте. Это может быть погреб или холодильник. Грунт должен быть питательным и с хорошей воздухопроницаемостью, с углинистой, с низким уровнем кислотности. Процедура посадки пошагово. Выполнять посадку нужно следующим образом. Выкопать яму, ширина и глубина которой составляет около полуметра. Если корневая система мощная, яма должна быть глубже. На дно ямы положить дренажный слой. В выкопанную почву добавить 1-2 ведра навоза, торф, речный песок и древесную залу. Поставить саженец в яму. Засыпать саженец грунтом так, чтобы он покрыл все пустоты. Особенное внимание нужно уделить корням. Сверху почву нужно хорошенько утрамбовать и полить. Затем насыпать сверху холмик около 10 сантиметров в высоту. Убрать его можно только через 2-3 недели, когда растение приживется на новом месте. После этого саженец вновь поливают. Для того, чтобы было удобнее поливать растение, можно выкопать вокруг него небольшие бортики и замульчировать куст соломой. Важно! После посадки розу керрия нельзя удобрять. На протяжении первого года жизни куст должен развиваться самостоятельно. Уход за растением, уход за розами керри несложный. Главное, соблюдать режим полива, подкормки, обрезки и цветка и правильно готовить его к зиме. Правила полива и влажность, керрия любит средний уровень влажности почвы, не стоит слишком сильно и часто поливать их. В противном случае возможно появление гниения корней. Полив осуществляется под куст, вода не должна попадать на листья. Частоту водных процедур стоит регулировать, основываясь на погодных условиях. В жару полезна вечерняя ежедневная поливка, а после дождя ее проводить не стоит. Важно, температура воды должна составлять около плюс 15-16. Также важно, чтобы она была хорошо отстоянной. Подкормка и качество почвы. Подкормка для розы керрия необходима также, как и для остальных сортов роз. При посадке саженца вносятся минеральные удобрения с высоким содержанием азота. В период закладки бутонов в почву добавляются калий и фосфор. Иногда полезно использование органических удобрений, например раствора коровьего навоза. Подкормка розы минеральными удобрениями. Обрезка и пересадка. Обрезка производится в течение всего сезона. Именно от нее зависит успешное развитие и цветение роз этого сорта. Этапы проведения обрезки. Первая, самая важная обрезка ранней весной. Убирается все веточки, которые были повреждены за зиму или засохли. Для сорта керрия достаточно оставить побеги длиной около 16 см. В летний период обрезаются все соцветия, которые уже отцвели. Осенью снова проводится кардинальная обрезка. В этот период побеги обрезаются до 20 см. Важно, в середине октября обязательно прищипка всех верхних частей побегов, которые не до конца сформировались. В это время растение начинает подготовку к зимнему периоду. Перед пересадкой на дно ямы, в которую будет помещено растение, насыпается слой дренажа. Эта процедура проводится способом перевалки. Растение пересаживается вместе с земляным комом так, чтобы не повредились хрупкие корни. Возникшие пустоты заполняются грунтом. Особенности зимовки цветка. Растения начинают готовить к зиме еще осенью. В это время полив сокращается и прекращается взрыхление почвы. В конце октября выполняется последняя в сезоне подкормка минеральными удобрениями. Куст осматривается и обрабатывается от вредителей и болезней. Производится осенняя обрезка и создается укрытие в виде каркаса, накрытого теплым защитным материалом и полиэтиленом. Цветение розы. В период цветения розы керрия прекрасны, от них исходит тонкий, еле уловимый аромат. Керрия – повторно цветущий сорт, поэтому он украшает сад своими цветками на протяжении всего лета. Цветение сорта керрия. Период активности и покоя. Цветение начинается в июне, заканчивается в конце лета. С осени керрия начинает готовиться к зимнему периоду, периоду покоя. Уход во время и после цветения. Основной уход за розами этого сорта – это обрезка, подкормка и полив. Подкармливают цветы дважды в сезон, в мае комплексными и минеральными азотистыми удобрениями. Второй раз, после первой волны цветения, в середине лета фосфорными и калийными удобрениями. Иногда возможно внесение органических растворов. Добавленные в сухом виде, они могут сжечь чувствительную корневую систему цветка. Что делать, если не цветет? Возможные причины. В первый год роза керрия не цветет. Побеги взрослых цветов обязательно заканчиваются соцветием. Если этого не происходит, следует задуматься о таких факторах, неправильно подобранном месте посадки, неправильном уходе и обрезке, корневой поросли, бактериальном ожоге, старении растения, при выявлении причины ее необходимо устранить. Важно, если роза керрия постарела, стоит провести кардинальную обрезку с целью омоложения, либо прибегнуть к его размножению. Размножение цветка. Роза керрия размножается черенками. Их срезают прямо с куста после первой волны цветения. Для среза выбирают только отцветшие или, наоборот, зацветающие побеги. Их срезают вечером или рано утром. Длина одного черенка должна быть не меньше 12 см и не больше 16 см. Цветы и шипы с них полностью удаляются. Листья удаляются полностью или укорачиваются до 1 дробь 3 своей длины. Посадка производится в середине июля. Подготовленные черенки высаживаются сразу в открытый грунт, нижняя часть предварительно обрабатывается ускорителем роста корней. Болезни, вредители и способы борьбы с ними. Роза сорта керрия имеют иммунитет к большинству заболеваний и вредителей. Но их часто поражает такое неприятное насекомое, как тля. Для борьбы с ней можно воспользоваться мыльным раствором, смыть ее мощной струей воды или обработать инсектицидом. Поврежденный бутон керрия. Роза керрия, достойный представитель чайно-гибридных роз. Ее красота просто не подается описанию. Этот цветок обязательно нужно увидеть своими глазами.